Доброго времени сутра! Перед вами вот такое вот растение. Это растение называется любистик. Такое вот душистое, лечебное, обладает свойственное растение. И я вам буду говорить сегодня не растение, а масле любистика. И как всегда применение и свойства в медицине, косметологии. Немного истории. Любистик, родина любистика считается Иран, друзья. Значит любистик имеет вот такие блестящие листочки зеленые, естественно. И вот эти кусты такие огромные цветущие. Вот видите, так она растет огромными цветущими кустами. Так что выращивается она вот в южных странах. Обладает вот такими эфирными маслами. Применяется широко в косметологии, в медицине. Трава является хорошей профилактикой глазных заболеваний. очень хорошей. Но опять все консультируется с доктором. Заболевания, у кого нагрузка на глаза, нехватка каротина. Так что не каждые травы обладают, не каждые масла и травы обладают вот пользой для глаз. Любистик также очень хорошо действует на нервную систему, при неврозах, при сердечных болях, вирусах. Так что его считает еще афротезиаком. Растение также очень хорошо влияет на кишечник. Убивает паразитов, друзья, листья. Любистика содержит витамины С в большом-большом количестве. Естественно, вы все знаете, для чего нужен витамин С. В кулинарии он еще применяется как специи. Ее также можно забораживать, как нашу петрушку, как нашу петрушку и укроп. И такой вот она имеет запах. Также семена можно засушивать, как семена укропа. Но опять это приправа на любителя. Не каждый может съесть этот такой запах принять. С этой травы что-то либо и кушать. Так что любистик и его применение и лечение. Значит, народной медицине. Даже в официальной медицине его используют для лечения таких кожных заболеваний. И применяется в этих вот таких препаратах. Я не буду вам перечислять эти препараты. Но его изготавливают вот в препаратах. Добавляют это растение в виде настоек. Поэтому если вы будете приобретать и прочитайте, что вы значит любистик добавили при кожных заболеваниях, псориазе применяется. В общем, при кожных заболеваниях широко применяется. Применяется в ваннах. Очень эффект любистик. Это очень хороший эффект дает при псориазе, экземе. И его следует принимать в ваннах. И она дает вот такие и такой хороший эффект даст вам у кого-то и псориазе, экземе. Лепистик также используется в виде не только масла. Он также может и в виде отвара, в виде порошка бывает. Так что если вы захотите лечиться или не маслом, а вот можно отваром, то есть не извините, я говорю, я вот хотела вам про отвар, то есть порошок можно приобрести. Это я хотела сказать, что отваром из любистика лечат болезни верхних дыхательных путей. Видите? Народное применение и травы, и масла. Масло, естественно, это концентрат. Это эфирного масла. Ну, естественно, есть, как у любого масла, противопоказания. Это женщины, аллергия, аллергические реакции и так далее. Также есть и рецепты. Составы парфюмерные для ванн, для ароматерапии и так далее. Значит, вот терпические действия. Противоспалительные, антисептические, бактерицидные, желчегонные. Вот, каким она действием обладает. Вот, значит, я вам хотела сказать, что любистики лекарственные, и вот эти рецепты здесь вот показаны. Две чайные ложки, там, как принимать, при алкоголизме даже, друзья, при кровообращении, при кашле, при органах дыхания, при болезнях сердца. То есть, вот это, что нужно, не только там настаивать, значит, при раке гортани. Так что, вот, я вам доношу информацию, а вы, вы должны развить. Вам нужно ли это масло или отвары, то есть, или масло, или порошки, то или иное растение, любистика или какого-то еще. Вот, корень любистика используется в лечении следующих болезней. Это язвы, угри, бронхиты, анемия, головные. Вот, посмотрите, какой большой-большой список бронхиты, угри, псориазы. Основного, это кожные заболевания. Как я вам говорила, что витамины С, группы В и А, даже, ну, А, я вам говорила, что там с глазами это масло и помогает для глазных заболеваний, короче. Дубельные вещества, кумарин, яблочная кислота. Очень полезный любистик. Очень-очень он так, что вот, если вам эта информация показалась полезной, зайдите в сеть интернет и глубже изучите про эту траву. Траву, масло, кому это больше, что больше вам подходит. И прежде чем применять, обязательно консультируйтесь с доктором. Потому что сейчас можно и онлайн проконсультироваться без ведома, а тем более вот такие вот травы, которые незнакомы, или масла, обязательно должны проконсультироваться с доктором. Я считаю, что это трава тоже, ой, не трава, а сам любистик, или масло, или порошок, у кого вот проблемы, я их перечислила, можно пользоваться. Так что спасибо, друзья, за внимание. Мы должны знать не много, а много. И по чуть-чуть, что называется. И здоровьем, и здоровьем. Берегите себе. Сейчас сбор лекарственных трав. Сейчас такое, как праздник Иван Купала. Собирание трав. Пожалуйста, собирайте травы. Корни. Корни, конечно, можно получить позже. Поэтому спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Здоровья, здоровья, здоровья. Берегите себя, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok